Хранить историю военных лет – обязанность каждого человека. В читальном зале Кингисепской центральной библиотеки тихим вечером собрались настоящие хранители истории. Участники Великой Отечественной войны, ветераны, блокадники, дети войны. «Хотелось бы сказать вам от лица всего молодого поколения о том, как мы гордимся вами, о том, как мы любим вас, о том, что мы никогда не забудем, что вы сделали для нас и для нашей страны. Мы всегда будем помнить вас и всегда будем чтить наши традиции. Мы благодарны вам за то, что вы сделали, мы благодарны вам за то, что мы живем с мирным небом над головой. Спасибо вам большое». Мероприятие прошло под названием «Хранители памяти». Старшее поколение передает свою историю молодежи. «Которое что делает для того, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне, о тех героях, о тех простых солдатах, которые добыли нам мирную жизнь? И сегодня в нашем зале находятся участники Великой Отечественной войны. Вы многие их знаете, но сегодня к ним особое уважение и поклон, как говорится». Участникам Великой Отечественной войны были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Выступили творческие коллективы, прозвучало множество стихотворений и песен. «Хочу поздравить с праздником, друзья, кто к армии, к войне имеет отношение. Те, кто считает, воевал не зря, за честь России, не вознаграждение». «Каждый раз сжимается сердце, а глазам подступают слезы. Я родилась в мирное время. Я выросла в стране, которая не знает ужаса войны, вот уже более 70 лет. Но в эти моменты просыпается в моей душе неизвестный, давно и прочно забытый страх. Страх потери. «Я знаю, это говорит во мне память. Память поколений, память моих бабушек и прабабок, провожавших моих дедов и прадедов в далеком 41-м году на кровавую смертельную битву. И еще я знаю, что эта память останется со мной на всю жизнь, перейдет к моим детям, к моим дочерям, к моим правнучкам. И внучки и правнучки мои, повзрослев, обязательно поймут и почувствуют то, что чувствую и понимаю сейчас я. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.